МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите общественное телевидение России. В эфире программа «Большая страна. Территория тайн». Тема выпуска – журналистское расследование. В студии Павел Давыдов. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переписанная история. Летопись, которая вызывает массу сомнений. Путь поэта. Как русский огонек спас жизнь Николаю Рубцову? Что написал святитель Стефан? Загадки тайнописи Пермского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расследование. Одна из интересных форм в журналистике. Жанр, по мнению исследователей, появился на Западе, где в конце 19 века в газетах стали публиковаться разоблачительные статьи. В России расследовательский метод одним из первых блестяще применил Александр Сергеевич Пушкин в истории Пугачева. Свой вклад в развитие этого жанра внесли и другие писатели и журналисты, например, Владимир Короленко, Антон Чехов. В современной России спрос на журналистов, способных добывать скрытую информацию, появился в 90-х годах прошлого века. С тех пор этот жанр активно развивался, и сегодня он востребован как у читателей, так и у зрителей. Вы, наверное, обратили внимание, что корреспонденты большой страны каждую субботу предлагают уникальные материалы. Они помогают узнать любопытные исторические факты, детали, о которых раньше не было известно. Погрузиться в мир загадочного прошлого и интересного настоящего. Так будет и сегодня. Более того, мы немного расскажем о телевизионной кухне, приоткроем завесу тайны. Ведь чтобы материал был захватывающим, наши репортеры проделывают серьезную работу, общаются не только с экспертами, историками, очевидцами, но и сами изучают архивы. К расследованию приступить. Так мы назвали этот выпуск большой страны. Со мной на связи моя коллега из Калининграда Анна Вернер. Аня, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Вообще, за время существования нашей программы, а это уже почти 10 лет, вы проделали серьезную работу по изучению интересных исторических фактов, архивов, общались с большим количеством интересных людей, представив зрителям уникальное расследование. Скажите, а вот как они создаются? Подобные расследования — это попытка найти ответы и переосмыслить спорную тему, потому что расследование — это всегда спорная тема. Ну и, во-вторых, это, конечно, тщательная работа с доступной информацией и общение с нужными специалистами в данном каком-то конкретном вопросе. Аня, полностью с вами согласен, и вы правильно подметили, что всегда тема, которую мы изучаем, журналисты, она спорная. Вот на ваш взгляд, как соблюсти этот баланс? Ведь хочется вроде и с одной стороны согласиться, и с другой. Если бы эта тема не была спорной, наверное, этот баланс был бы найден. А так, как он все-таки не найден, мы балансируем вот так вот, с одного края на другой. И поэтому одна сторона спорит с другой стороной всегда. Поэтому остается вопрос, эта тема не имеет точки, и мы продолжаем расследовать, изучать и приходить к каким-то выводам, и подталкивать на какие-то еще, может быть, ответы, которые будут найдены в будущем. Да, и размышления для зрителей, чтобы они и одну сторону смогли услышать, и вторую, и вывод сделали сами. Наше дело рассказать. Правда ведь? Естественно. Анна, какое ваше расследование оказалось сложным и одновременно захватывающим? Наверное, я бы вспомнила про историю происхождения Рюриковича и Романова, в их ему снимали фильмы, про секретные хранилища и тайники Восточной Пруссии, тоже была интересная тема. История исчезновения серебряной библиотеки, эта тема была нами поднята, а до нас ее никто не поднимал. Хотя она не менее интересна, чем исчезновение янтарной комнаты. Ну а в целом мне интересно находить ранее неизвестные факты. Приходится не только к архивным каким-то данным прибегать, да, это поиск нужных людей, нужных историков, специалистов именно по этому вопросу. Это другие специалисты, это искусствоведы, художники и так далее, литературоведы, ну это касается разных тем. Аня, скажите, пожалуйста, а какие темы вам, как журналисту, хочется еще расследовать? Во многом это касается истории, опять же, тема войны и мира, тема военных преступлений, исчезновения культурных ценностей, тема Холокоста, тема патриотизма, сейчас вообще очень актуальна, да, тема несправедливости в мире, ну и влияние политики и так далее. Сегодня мы покажем ваш материал под названием «Переписанная история. А чем запомнилась работа над ним?» Чтобы разобраться в такой непростой теме, нужно было не только узнать подробности политической обстановки того времени, но еще перечитать массу биографий различных важных людей. Те же Радзивиллы, да, по имени которых называется «Летопись», от них мы отталкиваемся, и дальше одно хватается за другое, и в результате это огромное количество людей, которые так или иначе могли влиять на написание данной «Летописи», да. Ну а во-вторых, запомнилась нежеланием историков говорить по этому вопросу. Дело в том, что большинство историков у нас все-таки придерживаются нормандской теории, нормандской точки зрения, и поэтому подобные вопросы, которые так или иначе ставят под сомнение эту теорию, они им не нравятся. Вообще «Летопись», которая сегодня вызывает массу сомнений, имеет преимущество в плане выбора темы, но все-таки уточню вас, а что подтолкнуло вас исследовать эту тему? Анна, я предлагаю вам сейчас сделать авторскую подводку к вашему новому материалу расследования. Радзивилловская «Летопись» — это важнейший список повести временных лет, которая является основой для всех последующих русских «Летописей». Однако, первый источник утрачен, а Радзивилловский список вызывает массу вопросов, что не так с Радзивилловской «Летописью». Об этом наше расследование. Анна, спасибо. Итак, смотрим переписанную историю из Калининградской области. Древнейшая история дошла до нашего времени благодаря летописям. Основа русских летописей — знаменитая повесть временных лет, документ, по которому историю Древней Руси изучают во всем мире. Одним из ее основных списков является Радзивилловская летопись. Однако некоторые специалисты называют эту рукопись подделкой. Но что не так с Радзивилловской летописью? Радзивилловская рукопись — летописный памятник начала XIII века, сохранившийся в двух списках XV века — Радзивилловском, Кёнигсбергском и Московско-академическом. Радзивилловский список не закончен и обрывается на событиях 1206 года. Считается, что первоначальным источником для этого списка стал Владимирский летописный свод 1212 года. А повесть временных лет была написана Нестором Печерским монахом Киева Печерского монастыря в 1110-х годах. За свои труды Нестор был причислен православной церквью к лику святых. Известно, что источниками для повести послужили более ранние рукописи монахов данного монастыря. Нестор дополнил их тексты, включив сказания о призвании скандинавов на Русь в свою рукопись. Наши монахи поверили, потому что это исходит от монахов, от западных. Но монах же не может лгать. У нас это в русских источниках называется Вено Константинова. В настоящее время в библиотеке Балтийского федерального университета и в Кафедральном соборе Кёнигсберга в Калининграде хранятся копии Радзивилловской рукописи. Оригинал находится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Ответ на главный вопрос, откуда пошла русская земля, считается основой нормандской теории о варягах из Швеции, которая родилась из этих строк. И пошли к варягам за море, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются, шледы, а иные норманы и англы, а еще иные готы. Вот так и эти. Варяжский вопрос о том, кто такие варяги, скандинавы или славяне, породил исторический спор, который длится до сих пор. Многие исследователи ставили под сомнение написанное в повести временных лет. Фактически повесть являлась сводом, и каждый автор мог вносить свои изменения под влиянием времени. Историк Дмитрий Лихачев полагал призвание варяга вставкой в летопись. Его мнение подтверждал лингвист и историк Алексей Шахматов в своем исследовании, которое показывало, что данные сказания – это поздняя вставка. Некоторые историки склоняются к выводу, что повесть была написана не в 1110-х годах, а позднее, в XIII веке. А имя Нестора было упомянуто для того, чтобы летопись выглядела более ранней. Обратимся к рукописи. Радзивиловская летопись состоит из тетрадей, каждая из четырех листов, из которых на сгибе получается 8. Но что странно, количество листов в каждой тетради четное, а общее количество листов в рукописи – нечетное. 251 лист. Заглянем в академическое описание рукописи, где сказано, что тетради с третьей по 28-ю содержат по 8 листов. Однако первая тетрадь состоит из шести листов, то есть уменьшена на два листа. Алексей Шахматов первым заметил, что в рукописи не хватает двух листов. Исследователь установил, что утрачен был восьмой лист. Именно отсюда начинается расхождение цифровой и буквенной нумерации. Если присмотреться к номерам страниц, то можно заметить, что они либо отсутствуют, либо были исправлены на один лист вперед. Восьмой стал девятым, девятый – десятым и так далее. Особенно хорошо это видно на 12-м листе, где имеет место смысловой разрыв. Текст этой части состоит из отдельных плохо связанных отрывков. Видно, что развороты были разорваны. Но если два листа потеряны, а в рукописи не хватает одного, выходит, что один добавили, либо он был утрачен. Именно здесь содержится текст Нестора о призвании варягов. Слишком странное совпадение. Также странным выглядит и то, что славяне призвали к себе править чужаков, не знающих ни их обычаев, ни языка, ни традиций. На поле боя они не победили. А как победить? Переписав историю, и стали доказывать. Вот финны говорят, что грибцы наши – это руо-от-си – грибцы. И поэтому, понимаете, вот эти созвучия, созвучия стали выдавать за то, что русские – это, оказывается, шведы. Здесь же на оборванном краю есть вклейка с надписью, сделанной в 1767 году, которая указывает, что в этом месте, то есть перед нормандским листом, был еще один лист. И вроде бы все складывается. Один лист утерян, поэтому мы имеем в рукописи 251 лист. А это значит, что их было 252. Но Шахматов говорил о потере двух листов. То есть, если один утерян, как указано, и еще одного не хватает, как заявил Шахматов, то тогда получается, что рукопись должна была изначально содержать 253 листа. Снова нечетное количество. А так изначально быть не могло. С листами в конце вообще полная неразбериха. Как заявлено, писец ошибся, пропустив сразу десяток листов. Удивительная ошибка. Если же сравнить текст Радзивиловского списка с известиями и Акимовской летописи, которую Василий Татищев считал источником для повести Нестора, то там призвание Рюрика описано совсем иначе. Именно Гостомысл приглашает, приглашает фактически Рюрика, ну, делает его наследником, потому что он был по и Акимовской летописи, только вот в одной, или по Акимовской летописи, мужем одной из его дочерей. В рукописи встречаются четыре разных почерка. Бумага же Радзивиловского списка польского происхождения и имеет филиграни, то есть водяные знаки, с головой быка. Специалисты датируют их концом 80-х, началом 90-х годов 15 века. Данная бумага использовалась только в течение 18 лет. Бумага же дополнительной тетради резко отличается от остальной. Получается, что многочисленные изменения с листами и исправление летописи были сделаны тоже в конце 15 века. Но кто, что и зачем менял это в рукописи? Известная история Радзивиловской летописи начинается в 17 веке, когда она попадает в руки богатейших семей к Речи Посполитой. Кто такие Зиновичи-Радзивилы и какое отношение они имеют к русской летописи, оказывается, прямое. Летопись попала в руки некоего Станислава Зиновича примерно в 1606 году. Про этого человека мало что известно, но род, к которому он принадлежал, был весьма знаменит. Зиновичи веками занимали важные государственные должности в Великом княжестве Литовском, а затем и в Речи Посполитой. Они имели родственные связи с другим влиятельным родом Радзивиллов, которые владели огромными территориями Белой Руси, Северо-Запада Руси и части Киевских земель. Станислав Зинович подарил рукопись государственному деятелю Яношу Радзивиллу. От его имени летопись приобрела название и перешла по наследству Богуславу Радзивиллу, наместнику герцогства Пруссия. У него была достаточно богатая библиотека, но наследников по мужской линии не было. И, соответственно, его книжное собрание поступило в состав так называемой замковой библиотеки, которая тоже находилась в Кёнигсберге, в замке Кёнигсберга. Произошло это в 1671 году. Экслибрус в начале рукописи с датой поступления и сейчас свидетельствует об этом. Само собой, Зиновичи и Радзивиллы могли оказать влияние на написание Радзивилловского списка. Обратимся к рисункам. Рукопись содержит 618 миниатюр, которые демонстрируют готические крыши зданий, европейские платья, западноевропейские воинские доспехи и многое другое, чего никогда не было на Руси. Историк и археолог Борис Рыбаков объясняет, что эта часть рисунков является оригинальным творчеством художника 15 века, так как соответствующие иллюстрации в подлиннике отсутствовали. В 1958 году искусствовед Ольга Подобедова сделала важный шаг в изучении рисунков летописи. Оказалось, что все многофигурные композиции состоят по меньшей мере из трех слоев переработок, сделанных разными художниками и в разное время. Более того, каждый художник менял положение фигур, переписывал лица, пририсовывал оружие, княжеские шапки, короны и менял одежду. Но это еще не все. Подобедова пришла к выводу, что второй художник работал вскоре после первого, а вот третий спустя долгое время после них. И именно ему принадлежат все западные дополнения. Историк Андрей Никитин отмечал, что помимо переделки художников, в рисунках отслеживаются исправления одного из владельцев рукописи. Этот человек чернил цветную обувь персонажей, прорисовывал складки одежды, обводил наконечники копий, явно портя нарисованное. По мнению Никитина, это был человек хорошо образованный, знающий языки и историю. Предположим, что это был кто-то из Зиновичей. Историки называют разные места, где могла быть написана данная рукопись, но в целом преобладает мнение, что это произошло в Смоленске. Впрочем, это могло быть и в Киеве, и в Слуцке, и во Владимире Волынском. В конце 15 века это территория княжества Литовского. Здесь важно отметить, что в 1439 году на этих и других территориях княжества было заключено соглашение на условиях признания верховенства Папы Римского над всеми христианами. Москва это соглашение не признала и последовало религиозное противоборство. Попались на западный крючок, исходя из того основания, что монах не может лгать, потому что в папской курии, чтобы оправдать раскол христианского мира, который они произвели, и вот началась агрессия Запада против христианского Востока, главным народом которой стали русские. Католики активно поддерживались королевством польским, видевшим в подписанном соглашении во-первых, правовую основу для постепенного подчинения себе территории княжества Литовского и, во-вторых, возможность умерить амбиции литовских магнатов, давно вынашивавших планы превращения литовского государства в независимое королевство. В числе таких магнатов были и многие из Зиновичей и Радзивиллов. Здесь необходимо отметить, что автор летописи неоднократно подчеркивают, что славяне произошли от полян. И именно поляне более развитые и хорошие славяне, чем другие славяне-дикие варвары. И вообще, поляне являются основателями Киева. Таким образом, логично предположить, что рукопись писали по заказу польских правителей, усиливая в тексте и рисунках западные черты, которые как бы демонстрировали законное польское присутствие на данной территории. Поэтому, когда лукавство пошло, это вот, ну, 15-й, вот тут уже могли стирать. Написание рукописи, которая еще не стала Радзивилловской, назовем ее условно Смоленской, происходило во время одной из русско-литовских войн, которые продолжались и после. Вероятно, летопись была вывезена из Смоленска, попала в руки Зиновичей и поэтому осталась незаконченной. Более поздние приписки конца 16-го, начала 17-го веков свидетельствуют о том, что рукопись принадлежала шляхте дворянству в Гродничине. Станислав Зинович был каштыляном, то есть комендантом новогрудским. То есть до того, как летопись была подарена Янушу Радзивиллу, она находилась в Новогрудке. Причиной подарка, видимо, послужила женитьба Януша на православной княжне Софье из рода Олильковичей Слуцких, благодаря которой Слуцк оставался твердыней православия на протяжении долгого времени. Так, Радзивилловский список впоследствии попадает в замковую библиотеку Кёнигсберга. В 1711 году в библиотеке Кёнигсберга Петру Первому показывают Радзивилловскую летопись. Рукопись появляется в нужный момент, как раз тогда, когда Пётр задумывает писать историю России. Очевидно, что Пётр Первый знал о рукописи ещё с 1697 года, когда приезжал в Кёнигсберг в составе Великого посольства. В 1709 году он не смог посетить город из-за чумы, но, видимо, уже вёл переговоры о копировании летописи. Два года спустя он договорился о снятии копий для своей библиотеки и уехал. Пока канцелярист Петра переписывал Радзивилловский список, кёнигсбергские художники копировали рисунки к ней. Грандиозная работа была закончена в 1713 году. Миниатюры о Радзивилловской летописи были сделаны очень грубым способом, путём сколов. Клался лист бумаги поверх листа рукописи, по ней иголочкой накалывался сам рисунок, соответственно, это привело к повреждению оригинала. В 1758 году Кёнигсберг был взят русскими воинами в ходе Семилетней войны, и Радзивилловская летопись была перевезена в Санкт-Петербург. Приглашённые романовыми немецкие историки сначала Готлеб Зигфрид Байер, затем Герхард Фридрих Миллер и Август Людвиг Шлёцер приехали развивать нормандскую идею с уже готовой концепцией истории. В 17 веке эту нормандскую сказку антирусскую, русофобскую придумал Петрей, что русские это никчемные люди, не умеют государство основать, мы им основали. Это потом поддержали немцы. Текст Радзивилловской летописи впервые был опубликован в 1767 году и по-прежнему оставляет много вопросов, загадок и рождает многочисленные споры. Сегодня мы не можем точно ответить на многие вопросы, но исследовательские методы совершенствуются и когда-нибудь истина обязательно откроется. Вы смотрите программу «Большая страна. Территория тайн». Далее в нашем эфире. Загадочная азбука. Тайнопись Пермского края, дошедшая до наших дней. Русский огонек Николая Рубцова. Тернистый путь поэта. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. ОТР представляет цикл спектаклей театра «Кремлевский балет». Классические постановки, восхитительные костюмы, завораживающая магия танца. Встречайте шедевр, который больше ста лет восхищает публику всего мира. Сказка о заколдованной принцессе и отважном принце, прервавшим ее зачарованный сон. Настоящая жемчужина классического репертуара. Спящая красавица. Спектакль театра «Кремлевский балет». Сегодня на общественном телевидении России. Вы смотрите программу «Большая страна. Территория тайн». Тема выпуска «К расследованию приступить». Именно так мы сказали нашей следующей героине, моей коллеге из Вологды Екатерине Икновой. Екатерина с нами на связи. Приветствую. Здравствуйте, Павел. Катя, жанр телевизионного расследования сложный, но очень интересный. Не мне вам об этом рассказывать. Все ваши сюжеты яркие, и при этом вам удается найти интересные факты, но в другом ракурсе. А какое ваше расследование вам особенно запомнилось? Несколько лет назад мы снимали программу о том, как Вологда стала дипломатической столицей России. Это было в 1918 году. Программа эта была большая, 26-минутная тема, такая мало исследованная, мало известная широкой публике. Поэтому нам было очень интересно, потому что мы сами узнавали совершенно неизвестные ранее факты. И, конечно, работать на 26 минут пришлось со многими людьми, то есть пришлось связываться и с историками, и с железнодорожниками, и с краеведами. Было увлекательно очень. Телевизионное журналистское расследование делится на несколько этапов. Разработка темы, работа с источниками, интервью, иногда даже реконструкция. Катя, ничего не упустил? Я бы сказала, Павел, что есть еще один этап. Это ожидание съемок. Он, наверное, самый сложный. Это ожидание того, когда же можно снять задуманную тему. Вот, например, у нас был такой случай. Мы приехали в город Весегонск несколько лет назад. Мы знали, что этот город практически весь был затоплен, а в 40-е годы, когда строилось Рыбинское водохранилище, поговорили с местными жителями, оказалось, что затопленный город можно снять, можно прогуляться по дну водохранилища, когда уходит вода. Но бывает это крайне редко. И мы целых три года ждали такой благоприятный момент, чтобы снять нашу программу и расследовать, что же там осталось на дне от затопленного Весегонска. Катя, скажите, а какой этап самый захватывающий, когда включается Азарт, то самое журналистское любопытство? Интересны, наверное, все этапы подготовки сюжета, потому что узнаешь что-то новое, постоянно, везде, и хочется это новое донести до зрителей. Бывают так, что приходится поговорить с очень многими людьми, прочитать много литературы, и в последнее время, вот мы часто проводим реконструкции, подобрать героев, да, то есть тут бывают вообще смешные такие анекдотические истории. Например, вот в этой программе «Путь поэта» мы нашли двух актеров, да, но тот актер, который у нас шел на роль Рубцова, он сказал, да, Катя, «Без проблем я могу сыграть Рубцова, но я очень занят, сейчас у меня экскурсии, у меня выступления, если ты найдешь реквизит, то я, в принципе, все сыграю». И мы задумались, с чем же Николай Рубцов шел вот по этому лесу, и поняли, что, наверное, у него в руках был не пакет, не портфель, а, наверное, был чемодан. И когда мы стали искать этот чемодан, оказалось, что нам предлагали знакомые чемоданы совершенно невероятных размеров, то есть мы могли туда совершенно спокойно поместиться вместе с оператором. Понятно, что Рубцов с таким чемоданом по лесу не шел. Перед самыми-самыми съемками нам вдруг повезло, и мы у подруги, у моей на даче обнаружили такой чемодан. Оказалось, что подобрать костюмы, подобрать реквизит, это тоже целая эпопея. Кать, скажите, а с кем пришлось общаться, какую литературу изучить, чтобы рассказать эту историю? Узнать эту историю было на самом деле несложно, потому что у нас в Вологодской области Рубцова очень почитают множество центров изучения и творчества, и биографии. И вот в селе Никольском, которое расположено рядом с деревней Аникин-Починок, музей работает более 30 лет, и его заведующая Галина Алексеевна Мартюкова знает буквально пошагово, что происходило с Рубцовым, в всех краях. Главное было добраться до деревни Аникин-Починок, которая находится в 75 километрах от трассы. А вообще, как много материала осталось за кадром? В этот раз значительно меньше, чем обычно. Мы постарались максимально эту историю рассказать, вместить в эти 13 минут. Конечно, можно было бы расширить эту программу, если бы она была минут 25, съездить в город Санкт-Петербург, поговорить с попечителями музея, которые тоже много сделали для сохранения памяти истории этого одного стихотворения. Но я думаю, это дело будущего. Ну, я думаю, что будет еще возможность съездить в Санкт-Петербург и взять там интервью. Екатерина, не будем больше томить зрителей. Предлагаю вам сейчас представить свой материал расследования, как говорится, слово автору. Что ж, я всем предлагаю отправиться в отдаленную маленькую деревушку Аникин Починок, в которой на сегодняшний день живут всего семь человек и узнать, что же там происходило в 1963 году. Смотрим материал, который мы так и назвали Путь поэта. Это раннее ноябрьское утро 1963 года, когда поэт Николай Рубцов пешком шел в деревню Никола, стала той историей, благодаря которой было написано стихотворение «Русский огонек». А еще из-за этой истории на Вологодщине появился самый маленький музей и был спасен старый дом в деревне Аникин Починок. Тут жили дядя Миша и тетя Маруся для нас. Михаил Николаевич и Мария Ивановна. Она не здешняя родом. Я где-то из-под Череповца или откуда-то дядя Миша почему-то уезжал и оттуда ее привез. Дом этот старый. Но сейчас двора нет. Его поднимали, реставрировали, когда делали музей и двор снесли. Не было резона, так сказать, восстанавливать. Последней хозяйкой старого дома на окраине деревни была Мария Ивановна Богданова. В Аникин починок Мария приехала за мужем. Работала телятницей, вышла на пенсию, умерла в 1998 году. Совершенно обычная, без приключений жизнь. Но теперь ее вещи, платок, очки, чашки, фотографии, неприкосновенная часть мемориального музея. И все потому, что ранним утром в окно ее избы постучался поэт. Другие бы поэты, которые не пропустили мимо, что, видишь, все равно бы пустили в деревню люди, к кому хоть бы приди, так в деревню не скажешь у нас про людей, что кто-то такой, что уж никого не пустили. Этой деревенской добротой, отзывчивостью, простотой хозяйки, давно покинувшей этот дом, пронизана вся экспозиция. И тогда, ноябрьским утром 1963 года, Мария Богданова буквально спасла студента Московского литературного института, путь которого лежал через деревню Аникин Починок. Здесь уже в Николе у него была семья и уже родилась дочь Лена. И на ноябрьские праздники, конечно же, он стремился сюда, к дочери, к Генриете, к его гражданской жене. И пароходы тогда еще уже не ходили, поэтому добраться тем путем, как обычно, когда он прибирался, он не мог. Но был еще один путь, которым пользовались местные жители, это через поселок Гремячий. Это значит, нужно было присесть на поезд в Вологде, доехать до поселка Вохтага, а там пересесть на другой поезд и добраться таким образом до Гремячева. А вот от Гремячева уже никакого транспорта практически не было. От Гремячева до села Никойского 21 километр. Поезд на станцию Гремячий приходил заполночь, до деревеньки Игошева поэта подвезли, а вот дальше 18 километров через леса и поля Николай Рубцов шел пешком. На Вологодчине уже наступила зима, и поэт, одетый по городскому, в пальто, легких ботинках и перчатках, продрог до костей. Не раз он пускался бежать. Не раз в кустах ему виделись глаза диких зверей. До Аникина починка Николай дошел в 5 утра. В полной темноте, чуть живой. В избе на окраине деревни горел огонек. Хозяйка не спала. Она встала в этот день очень рано, как она мне рассказывала, что у нее делилась корова. Она пошла ее доить как раз, так что это хлопотный день был такой. И вот стучится, как раз человек заходит, что постучался, что пустите, вот я очень замерз. Она, конечно, его сюда, заходи, пожалуйста, вот печка подойди, вот погрейся там, валенки ему подала. Не знаю, может быть, он на печке даже погрелся, потому что всегда обычно предлагали, что залезай. В доме Марии Богдановой поэт вряд ли пробыл больше часа-двух. Отогревшись, отправился дальше в родное Никольское. Больше у Марии Ивановны, да и вообще в маленькой деревеньке Аникин починок Рубцову бывать не приходилось. Но к воспоминаниям об этой ледяной ночи и своем спасении в незнакомом деревенском доме поэт возвращается через несколько месяцев. Он пишет стихотворение «Хозяйка». Как много желтых снимков на Руси Их вид порой грустнее эпитафии Как больно снова душу поразил Сиротский смысл семейных фотографий Огнем враждой Земля полным полна И близких всех душа не позаботит Скажи, родимый Будет ли война? И я сказал Наверное не будет Дай Бог дай Бог Ведь всем не угодишь Да от раздора пользы не прибудет И вдруг опять Не будет говоришь Нет говорю Наверное не будет А вот теперь я вам расскажу как он работал над этим стихотворением Вот смотрите у меня есть вариант его в юности называться уже «Русский огонек» И вот вариант например есть из журнала «Октябрь» Ну тот же самый вариант как и в лирике в общем-то говоря Вот как много желтых снимков на Руси Их вид порой грустнее эпитафии А здесь Рубцова Как много желтых снимков на Руси Такое в простой и бережной оправе И вдруг открылся мне и поразил Сиротский смысл семейных фотографий Стихотворение в котором описан разговор с деревенской женщиной Пусть важный поэту не нравится И он вновь возвращается к нему Начинается история стихотворения собственно говоря «Русский огонек» Вот Погружен в томительный мороз Вокруг меня снега оцепенели И было небо темное без звезд Оцепенели маленькие ели Я был один живой Один живой Бескрайне мертвое поле Вдруг тихий свет Пригрезившийся что ли Млекнул в пустыне как сторожевой Я был совсем как снежный человек Входя в избу Последняя надежда Видите он уже конкретизирует все это дело Понятно как оно появилось Снимки на Руси Откуда разговор с этой бабушкой Дальше опять смотрите в этом стихотворении Спасибо скромный русский огонек Дальше он вот этот огонек бытовой огонек который помог ему пережить эту ночь не замерзнуть в этом поле этот мрак мрак свет безысходность а вдруг огонек и он понимаете он настолько эту ситуацию возводит в высокий поэтический ранг Дело все в том что вот это стихотворение я думаю что я не знаю не побоюсь что наверное в топ я словечко употребил современно в топ 10 рубцовских лучших стихов оно точно входит Стихотворение русский огонек входит в сборник звезда полей изданный Николаем Рубцовым в 1967 году прототип лирической героини этого произведения Мария Ивановна так и продолжает жить в деревне Аникин починок в той самой избе читала ли она русский огонек или нет неизвестно вот только эту историю когда к ней в избу ранним утром постучался замерзший поэт Мария Богданова помнила очень хорошо и уже будучи 80-летней старушкой рассказала ее заведующей Никольским музеем Николая Рубцова Галине Мартюковой так история создания русского огонька приобрела реальные очертания правда дом после смерти хозяйки пустовал стал разрушаться и если б не энтузиасты из Петербурга то очень скоро от него ничего бы не осталось по инициативе наших друзей петербургцев Тамара Данилова Алексея Призвича Тищенко они когда услышали историю этого дома когда посмотрели этот дом загорелись большим желанием сохранить дом для будущих поколений и мы поддержали конечно тоже их инициативу связали их с родственниками вот Мария Ивановна и они стали в общем-то общаться и постепенно стали ремонтировать этот дом потом вот они мы честно говоря думали что они может быть там как дачу себе делают может будут приезжать знакомили их с жителями этой деревни в течение четырех лет почитатели творчества поэта Тамара Данилова и Алексей Тищенко на свои средства ремонтировали старый дом петербуржцы задумали восстановить избу где отогрелся замерзший поэт и передать ее муниципальному музею ну я конечно никак не рассчитывал что у меня появится еще один музейный объект вот но раз скажем так люди уже вложили свои средства раз действительно такая идея у них возникла хотя сначала она оказалась бредовой сумасшедшей в деревне десять человек ну кто кто сюда поедет надо ли это вообще кому-то одно стихотворение оказалось внезапно что надо и идея как-то вот пошла она буквально вот объединила всех жителей деревни анекенпочинок они очень с большим энтузиазмом включились в работу по созданию музея но мы уже не могли остаться в стороне мы вот как раз написали проектную заявку выиграли грант новый музей в отреставрированном доме открыли всего год назад в январе 2022 день был такой же морозный как и тот когда по дороге через анекенпочинок полвека назад проходил Николай Рубцов большую часть экспозиции приобретать не пришлось жители Аникина Починка несколько лет наблюдавшие за спасением старого дома стали воспринимать музей как родной а потому утвой посуду и мебель они собрали и принесли для создания экспозиции название нового музея возникло сразу когда в том появится ли здесь музей и еще были большие сомнения его единодушно стали называть музеем одного стихотворения русский огонек здесь все как было в далеком 1963 году а вот фактами из биографии Николая Рубцова маленький музей нагружать не стали ведь совсем рядом в селе Никольское есть большой музей поэта дом музея Николая Рубцова в селе Никольском открыт он 20 августа 90-го года располагается он в бывшем административном здании детского дома в котором воспитывался Николай Рубцов здесь когда был детский дом здесь находилась столовая кухня пеневская комната медицинский кабинет канцелярия квартира директора это наш музей площадь занимает где-то 230 квадратных метров это 10 комнат и он посвящен не только жизни и творчеству Николая Рубцова но еще и истории нашей села и близлежащей округи еще один из залов посвящен детскому дому самый большой зал жизни и творчеству Николая Рубцова конечно туристической меккой и село Никольское и Аникин починок никто не назовет в первую очередь потому что едут сюда поклонники и знатоки творчества Николая Рубцова случайных людей здесь почти не бывает немаловажно и то что добраться до Николы и Аникина починка как и в рубцовские времена непросто в большое село до сих пор нет настоящей дороги разве что зимой когда грязь замерзнет или летом когда все высохнет весной и осенью сюда лучше не соваться и как здесь не вспомнить строки написанные поэтом в далеком 1970 году хотя проклинает проезжий дороги моих побережий люблю я деревню Николу где кончил начальную школу король чем он болен почему я женат на этой скучной корове королева вы считаете нормальным напиваться в борделях каждую ночь на глазах у всего народа и притворный доктор возможно она больна вы должны ее вылечить в первый раз в своей жизни я была счастлива романтическая любовь или государственный переворот по моему приказу всеми государственными делами будет заведовать совет состоящий из меня и доктора Иоганна Фридриха Стройнзе да кто вы такой историческая драма королевский роман сегодня на общественном телевидении России вы смотрите программу большая страна территория тайны в завершении выпуска который я напомню мы назвали к расследованию приступить речь пойдет о древней тайной утраченной азбуке народа в коме автор моя коллега Ольга Петрова рассказала что ей пришлось проделать большой путь для подготовки материала проехать не один десяток километров работать с архивами заниматься не только изучением вопроса но и исследовать культуру общаться с историками и местными жителями в 70-х годах 14 века вероятно в одном из ростовских монастырей Степан Храб будущий святитель Стефан Пермский сделал первые переводы церковных текстов на древний пермский язык прямо сейчас узнаем что написал святитель Стефан вы думаете тайные шифры это история про шпионов и спецслужбы далеко не всегда в истории нашей страны есть немало тайных азбук над которыми до сих пор бьются криптографы сегодня мы расскажем об одной из таких тайнописей анбур древняя таинственная утраченная азбука народов коми анбур не имеет аналогов и вопрос о его происхождении до сих пор окончательно не решен попытаемся найти его истоки для этого едем на север России где и возникла более 600 лет назад одна из самых загадочных из ныне существующих азбук однажды писатель Алексей Михайлович Ремезов получил от своей знакомой Просковьи Ивановны Яцемирской загадочную записку на бумаге была видна надпись но необычными буквами они не были похожи ни на кириллицу ни на латиницу ни на арабскую вязь Ремезов обращался за помощью кому-то из знакомых но так и не смог расшифровать таинственное послание когда же Яцемирская сжалилась и дала писателю ключ к разгадке записка оказалась самого банального содержания 22 февраля 22 февраля и хотя в названии и хотя в названии звучит Пермь географически Анбур все же больше принадлежит родственникам комизырян которые живут в основном в соседней республике Коми название Анбур происходит от двух первых букв алфавита Ан и Бур древняя коми-азбука просуществовала до 15 века затем получила в пределах Московской Руси значение тайнописи общая численность Коми в мире достигает около 400 тысяч человек народ этот настолько древний что исследователи до сих пор не пришли к единому мнению кто их предки местные верят в духов и поклоняются им приносят угощения лешему и домовому язычники по своей сути но все же большинство Коми православные христианскую веру Коми обратили в 14 веке человек который крестил местный народ Степан Великопермский для того чтобы местное таежное население пришло в церковь Степан и придумал Анбур на нем он начал писать религиозные тексты ему было 40 лет когда он создавал эту письменность к тому времени он был очень грамотным для своего времени священником он знал греческий язык он был священником он имел сан конечно он использовал старославянскую письменность Стефан в одиночку сделал для Коми-зырян практически то же что братья Кирилл и Мефодий для славянских народов он создал алфавит крестить народ Коми святому удалось довольно быстро ведь у него уже были тексты на новом языке которые хорошо понимали местные Бур например на современном Коми-языке до сих пор означает хорошо дой боль а одна из последних букв анбура шой переводится как смерть чин анбура соответствует греческому алфавиту но начертания этих букв были абсолютно нетипичны разными учеными выдвигались разные версии происхождения анбура кто-то в очертаниях Коми алфавита видел очертания финикийских и даже грузинских букв по другой версии анбур имеет родство со скандинавскими рунами другие предполагают что за его основу были взяты древние символы Коми-народов родовые пасы в прошлом каждый род имел свою родовую метку пас который ставили на документах вместо подписи чертили на домах на орудиях труда утвари вырезали на деревьях отмечая таким образом путь почти не меняясь пасы дошли до наших дней на вышитых и вязаных узорах предметы с древними символами в поисках таких находок мы готовы отправиться в тайгу к бабушкам которые знают заговоры и обряды талисманы которые делают там как обещают не только выручат в трудную минуту но и согреют в самый лютый мороз народные орнаменты очень похожи на тайнопись чтобы их прочитать надо знать буквы секретного алфавита элементы орнамента и их значения в них отражаются обряды мифология если у треугольника рожки были снаружи это тоже защита знак защиты чтобы зло не прошло к человеку треугольник это сам человек они же жили в темных избушках в темных домах они вот только пасы свои ставили вот перму магические носочки и варежки здесь вяжут бабушки столетиями от матери к дочери передаются секреты сверхъестественную силу необычных рисунков люди верят много веков ученые изучают древние символы и пытаются объяснить их происхождение а вот местные женщины все древние символы и знаки держат в голове на кушаке тоже передавались эти знаки вот у нас старинные здесь два старинных кушака лежат вот тоже знаки в них отражались этнографы пишут отмечают что по кушаку люди определяли из какого рода и несколько поколений даже определялось кто делал этот кушак и родовые знаки тоже ведь они один знак создавался рождался сын к этому знаку дополнительный знак добавлялся и далее вот этот знак мог увеличиваться если хорошенько приглядеться коми орнаменты напоминают письмена викингов древние скандинавские руны вера овчинникова клинический психолог в своей работе часто использует скандинавские руны они словно метафорические карты могут рассказать многое это коды которые каждый человек для себя как-то читает и вот говорю мурашки прям потому что когда мужчина берет руну и начинаешь его спрашивать что вы что вы чувствуете что она для вас символизирует передают практически близко к тексту то что эта руна обозначает руны которые сейчас используют как магическое средство в древности были системой письменности с помощью них люди обращались к богу и проводили ритуалы в руках я держу руну руну подарков мне хочется поговорить сегодня именно о ней почему потому что мы привыкли расценивать подарком когда нам непосредственно дают что-то в руки на самом деле подарком может быть человек который зашел в вашу жизнь как помощник как наставник скандинавская версия происхождения анбара не единственная некоторые исследования дают основания полагать что коми-письменность пошла и вовсе из Ирана много веков назад иранские купцы нисколько не смущаясь расстояниями вели на север свои караваны закупая и вывозя на юг северную пушнину взамен возили свои товары а с ними и свои слова вошедшие в коми-язык в пользу того что древние коми были знакомы с каким-то видимо другим письмом говорят некоторые слова которые были заимствованы из иранских языков еще до 14 века например кэрт железо зарни золото одним из иранских слов прижившихся в коми-языке стала небэк книга в книгах и документах попадавших на север возможно были буквы которые стали основой первой коми-письменности но пока ни одна из имеющихся гипотез не нашла стопроцентного подтверждения совершенно нормальная позиция нормального православного монаха создать письменность на базе имеющихся вот имеется греческое и кириллическое вот на базе греческое и кириллическое мы создаем оригинальное письмо непохожее потому что а для того чтобы оно было непохожим мы просто применяем собственный индивидуальный дизайн то есть как это сделали Константин и Мефодий как это сделал Мисс Рок Маштоц как это сделал ну тот же Мисс Рок Маштоц или неизвестный нам автор грузинского письма вот в тех случаях когда создавались письменности для цели христианизации того или иного народа Стефановскую азбуку скоро вытеснил славянский язык однако древнепермская письменность не исчезла бесследно сохранились некоторые письменные памятники и уже в наши дни был разработан компьютерный шрифт на основе анбура теперь каждый желающий может набрать на клавиатуре тексты с использованием древней азбуки вот как например выглядит слово пермь написанное с помощью старинного пермского алфавита и даже в то время у Стефана появились как бы сказали сейчас хейтеры то есть те кто был против использования древней коми письменности в миссионерских целях современник и первый биограф Стефана Пермского Епифаний Премудрый писал скудные же смыслом говорили для чего составлена зырянская азбука зачем написаны зырянские книги прежде у зырян не было грамоты им издавна не имевшим своей грамоты и жившим без нее зачем замышлять грамоту теперь за 120 лет до скончания мира если же нужна грамотность то довольна и русской уже готовой через несколько веков стефановская азбука практически была забыта и коми перешли на русский язык церковные службы стали вестись на церковно-славянском языке поэтому и книги тоже стали писаться на этом языке ширилось использование письменности на основе русской графики и в других сферах жизни исчезли стефановские книги часть из них пришла ветхость часть сгорела при пожарах часть уничтожили новые церковные деятели считавшие кощунством перевод церковных книг на коми язык от недолгой эпохи развития коми христианской литературы уцелели только шесть памятников письменности и всего 236 слов связанного текста каждое третье воскресенье мая в республике коми и в Пермском крае отмечается день коми письменности в самом истоке который древний анбур однако все же возродить анбур и вести его в обиход вряд ли уже удастся он продолжает существовать как тайнопись но может быть пока к расследованию приступить вновь и вновь мы говорим нашим корреспондентам чтобы вы увидели интересные истории а эта программа завершена все выпуски доступны на сайте отрдфизонлайн.ру помните удивительное ближе чем кажется пока то вы это очень что